Привет всем! Сегодня с моей подружкой Катей и с Сашулей мы решили прогуляться в парке. Этот парк находится в бизнес-центре. Люди на обед выходят и кушают здесь, а потом снова идут в офис. Это мой самый любимый парк, который находится возле дома. Как ни странно, я о нем не знала и мне про него рассказал Дрюман, фотограф. Мы здесь очень часто фоткаемся, не только с ним. Сейчас покажу вам пару красивых фоточек с этого парка. Весна и осень – самая красивая пора в Шарлотте. Это просто нереальные краски. Ну, даже зимой здесь очень даже весело. Саша всегда найдет местечко, где потанцевать. Ждем Катюшу. Привет всем! Это моя подруга Катя. Расскажи, пожалуйста, как ты приехала в Шарлотте? Чем тебе он так понравился? Ох, Шарлотте, Шарлотте. Вообще спонтанно получилось, что мы сюда приехали, потому что мы изначально хотели переезжать. Мы жили пять с половиной лет в Чикаго. Чикаго, да. Это же такой крупный город, там русских немерено. Обалденный город, очень любила. Жили в даунтауне, в центре города, работали в центре города. Жизнь кипит. Кипит, бурлит, все классно. И там действительно много русских, да? Много русских, да. Вот. И все было клево, но потом, когда там пять лет прожили, поняли, что надо уже, как бы, там, типа, вот думать. Семья, бэбик, дом, все такое, да? Такая семейная тихо. Семейная жизнь, да. А в Чикаго, как смотри, там жить, купить дом и жить нужно за городом, добираться в даунтаун на работу полтора часа в одну сторону, зима. Как бы, нет, там не пробки. Точно зима! Зима, не забывайте. Я забыла. Я уже забыла, что это такое. В общем, там холодно, там, ну, как бы, много времени надо дорогу терять. Жить в городе муж категорически не хотел, хотя я хотела квартиру, он хотел дом, да, вот он очень хотел дом. Ну, и мы решили, окей, надо попробовать, когда-то где-то теплый климат. Для меня главное было теплый климат. И вот мы поехали, мы выбирали разные места. Мы жили раньше в Техасе, в Остине, очень любила я Остин, но мы подумали приехать в Даллас. И мы поехали, полетели на самолёте, проведать обстановочку в пригороде Далласа, нашли себе там жильё, согласно, вернулись. А потом он уже говорит такой, через недельку, слушай, ну вот я же не привязана никакому конкретно... Работа такая штуна. Работа удалённая, да? То есть я могу жить... А чем ты работаешь? Ну, сейчас я учусь на... О, сейчас училась? Да, сейчас. Вообще, в то время я работала в IT. Ну, да, такая работа, в которой можно работать дома. В любом. Ну, у него именно... Вот он нашёл тогда компанию, которая ремоутли, компания была вообще из Мичигана. Вот, и... В общем, там он говорит, я не привязан, давай куда-нибудь так. Ну, я за ним, как жена декабриста. Понятно. Потому что это я. И мы такие, ну, давай думать про второй вариант. Второй вариант. Он говорит, слушай, мне нравится Шарлотт. Я работала здесь, у меня был тут клиент. А, ты уже видела, что это такое? Нет, он мне сказал, давай, Шарлотт, попробуем. Съездим, посмотрим. Я говорю, как съездим, посмотрим? Ну, вот на выходные. Просто на машине 2 часов сядем поедем. Коль. Он говорит, в среду, а в субботу типа поехали. Ну, и мы поехали. И всё, сели, поехали, приехали. Здесь как раз был самый такой... Жара, июль, конец июля, ад. Ну, если сравнивать с Флоридой, наверное, ещё ничего. Так, мне понравилось, мне здесь понравилось больше, чем в Далласе. Почему, честно, вот скажу, ну, это очень смешно говорить, но в Далласе, когда мы были, там очень сухой воздух, да? А, кожа. Кожа, после трёх дней там я приехала в Чикаго, я думала, что я постарела, что ли, на 10 лет. Серьёзно? У меня прям морщины, всё, от этого сухого воздуха. Это вот это в Аризоне, кто-то так говорят. Это смешная причина, но это правда, да? По-моему, ты мне это говорила ещё давно. Здесь было так влажно, так хорошо, и как-то вот все с детками бегали, так мило, и всё так спокойно. Вот, смотри, какой, найс парк, мы гуляем, тут же столько этих парков. Ну, и честно, я видела, что как бы... Текс меньше, да? В Техасе? Нет, в Техасе классно, в Техасе нету текса вообще. О, вообще класс. Да, только текса там нет. Здесь есть, но я видела, мы в Техасе уже жили, и хотела что-то маленькое попробовать. И, в общем, мы решили сюда, вот так вот. Ну, я видела, что мужу нравится, если такое. Но, скажу честно, да, вот я спрашивала, почему переехали. Почему? Не почему, а как вообще ощущения. Первые полгода это было ад. Ну, скучно вообще. Да, вообще не могла адаптироваться. Мне очень не понравилась моя новая работа. Получила здесь работу в крупной компании. Но мне жутко не понравилась компания. Мне жутко не понравилось, что она где-то на окраине. А я помню, я у тебя была в гостях. Это там, где вот это, Indian Land? Да, да. Опять же, я работала в городе, ходила на ланч, кофе с коллегами. Такое, ну, много общения. Мне было ужасно вообще, непонятно, почему так все скучно. И, честно, у меня заняло, ну, наверное, год адаптации. Адаптация, да. Классно, что я познакомилась, вот. О, да. С моей девочкой и с многими другими девочками. Да, Алена у нас еще. Да, компания у нас классная. Мы уходили, тусили, не было никакого вируса. Да. Там воздушные шары были. Все здорово было. Класс. И просто вот люди, мне здесь очень понравились. И все, что в Шарлотт, вот, у меня, конечно, классные подружки в Чикаго, замечательные. Мы там прошли огонь. Не упи. И умеренные трубы, да, ну, за пять лет, чем надо в жизни, это пять с половиной было. Но тут я так быстро нашла классную компанию. Да. И вот все девочки очень, я не знаю, открытые, да, и такие вот. Ну, в общем, классно. С этой стороны классно. Но было скучно. Вот, честно, правда, было. Мне тоже. Я плакала. Я не могла привыкнуть. Ну, а потом постепенно, постепенно, со временем я поняла, какие здесь плюсы. Особенно, когда уже мы купили дом. Да. Да, как бы, типа, уже обустроили мездышко. А потом я сменила работу. Жизнь. Жизнь вообще пошла. Работа, на самом деле, коллектив, это очень важно. Важно, да. Если тебе это немножко некомфортно, то, ну, надо менять. Надо менять. Потом я встретила свою самую большую любовь в своей жизни. Психологию. А, окей. Он тут что-то не знает. Не может, не может, да. И вообще очень много я пересмотрела. Да. А ты вообще, Аля, вообще из Белоруссии, правильно? То есть ты уже здесь сколько лет живёшь? В Штатах восемь. Да. С половиной. Ой, ну да, уже восемьдесят семь. Восемь лет. В 2012 году мне сюда. Класс. Все очень давно. И Шарлотт, конечно, вот, вот, самое интересное, что когда я навестила Чикаго после года жизни в Шарлотт, не года, а полутора лет почти, да? Или года. Года. Я приехала туда, да, и вот я иду, и мне кажется, господи, зачем мы уезжали отсюда? Да. Как классно. Но после двух дней. Так. Перенасыщение опять. Я опять понимаю, что нет, я не хочу в нём. Я хочу в свою деревню, в свой Шарлотт, да. Всё, вот этот этап жизни, он ушёл. А ведь опять же, ты просто как бы, ну, это всё зависит от уровня твоего, от того, на каком уровне развитие ты в данный момент. Не уровня развития, а уровня зрелости. Не знаю, как правильно сказать. Да. Ты просто готова для себя сейчас, какая-то такое место, где тебе хорошо. Там было здорово. Было с дружками, всякие вот для карьеры хорошо. Всё так это здорово, всё классно. Ну, не знаю, ты так развиваешься. Ну, потом, честно, я тебе скучно. Просто ты понимаешь, это... Не, ну, это тоже развитие, новый этап, другой пост. Да, просто ты понимаешь, ты перешёл этот этап, всё. Да. Ты уже взрослый, ты уже там всё, да? Как бы свежо это не замечало там, да? А тебе сколько лет? Ну, ладно, не будем, мы про это... Ну, скоро мне 31 будет, да. О, ну, сейчас скоро... Скоро будет лететь через пару месяцев. Ну, ты же понимаешь, да, что вот, например, тебе может тоже какой-то быть новый этап, и ты опять скажешь, о, не, Шарлотт уже не для меня, надо куда-то ещё. О, я очень flexible, я всегда говорю своему мужу, вот, что мне нравится, я ему тоже говорю, что я хочу пожить в разных штатах. Хочу пожить в Шарлоттах, хочу пожить в Калифорнии, я хочу пожить на Аляске. О, боже, вот это жесть. А я правда хочу, потому что просто жизнь она одна, и надо всё проверить, получить, это экспириенс, это то, что ты будешь вспоминать, когда тебе будет 70, да? Северной сиянь, красиво, белые эти тюлени, олени. Да, вот сейчас, да, вот сколько мы ожидаем. Да. Вот в ближайшее время, мне кажется, Шарлотт это прекрасно. Конечно, тут такие хорошие школы, хороший климат, плюсы Шарлотт, да, что классно. Плюсы, да. Смотри, как он начал развиваться ещё. Вот так быстро, стремительно. Да, ты переезжаешь. Приехала и принесла внушу с квадрата. Ну, действительно, на самом деле здесь недвижимость достаточно недорогая, была до последнего времени, и очень много людей переезжает, переезжает, город растёт. Очень много, да. Если посмотреть, вот едешь, такой идёт девелопмент, строят новые дома, не успевают. Очень быстро, да. Да, очень всё развивается. Я думаю, Олечка, что ещё нам лет 5-6 и Шарлотт меня узнает. Да. Это будет, как бы, не тот. Ну, ты сама, наверное, заметила за твоё время. Нет, ну ты так не сравнилась за своё время. Я когда приехала, тут уже нечего вообще было делать. А сейчас уже новые тут всякие, открылись клубы по интересам, там вся колебка, пьёшь, бухаешь и рисуешь. Этого же не было сначала. Ну, это было, я не знаю, в Чикаго это было давно, да. А здесь нет. Ну, мы же сами, смотри, вот одна твоя креативити, сколько ты за прошлый год, сколько мы сделали у тебя ивент. А, ты прямо в мой дом? Да, я про твоё дом, про то, сколько ты всё организовала, интересно, в плане всякие хэллоуины наши. Да, да, да. Джинджербрэд хаусы, да. Компетишн, хаусы. Вообще, как бы, ну, у нас скоро будет бэби шаур ещё в моём доме. Вот, 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 что самое очень важное и мы все очень ждём. Это просто замечательный, ты у нас скоро будет очень человек такой. Я надеюсь, что будет весело, большую компанию соберём, сколько там, 16 человек, вот, будем, будем там шалить. И вообще, мне кажется, когда девчонки собираются, такой обмен энергией, и это будет, знаешь, вот как настоящий шаур, там, знаешь, когда для женщины, для девушки, для мамочки будущей всё вот прям так вот для тебя. Да, вот, прикольно. Это интересная традиция. Я уже упоминательна, чтобы это вообще... Пожалуйста, мне так повернусь? Давай. Чтобы вообще это всё организовали, потому что это классно. Ну, не знаю, на самом деле надо любить то место, в котором живёшь. Вот зачем искать плохое, да? Потому что каждое место оно имеет, ну, много плохого, много хорошего, да, если копаться. Ну, раз в данный этап жизни ты живёшь здесь, значит, надо любить то, где ты живёшь. И видеть то, что хорошее. Всё. Да. Поэтому, ну, позитивнее всё. Тем более мы сами себя на Санктоне должны развлекать. Угу. Девный город. Какая разница? Тут же в этом и водопады, и океаны, и пляж. Я горы очень люблю. Горы, да. Вообще, ну, вот это просто шикарно. Это шикарная природа, вот, опять же, ну... Да. Зелень, хороший воздух. Так что нам очень повезло. Нам повезло. Саджить. Согласна. Спасибо большое. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.